всем привет я знаю кого вы давненько не видели и хотите увидеть поближе и почему их все так любят хотя посмотрите они же просто очаровательны сегодняшнее видео про лазиус флаус эти симпатяги так и просились ко мне на канал на 8 марта от всего канала поздравляю всех представительниц прекрасного пола с праздником в начале хочу сообщить радостную новость колония компонатус альбас парсус не канула в лето она чувствует себя отлично и теперь понаблюдать за ней и узнать как у нее дела вы можете на канале мурашки колония переехала на этот канал ссылка в описании возвращаемся к желтопузом колонии уже 10 месяцев как вы помните мы заселили ее формикарий каблучок и сделали на арене декор заселили мы эту колонию прям муравьев 10 для таких мелких муравьев даже комнатка одного модуля просто хором и вначале стесняшек было не выманить на арену и приходилось ставить тарелку с сиропом практически в само гнездо но теперь такой проблемы не возникает после увеличения численности в колонии она стала заметно смелее принципе их нежелание выходить на арену легко объяснить не только малым составом семьи но и в большой степени укладом жизни этих муравьев которые живут под землей там они и питаются а вот выходят на поверхность только во время лёта кстати веселый желтый цвет муравьев объясняется их подземным существованием большинство подземных муравьев имеют именно светлый окрас продолжаю кормить их сиропом и маленькими туркменскими тараканами которых теперь они затаскивают свое логово пока единственный недостаток так это то что муравьи закидывают мусором первую камеру по мере роста я думаю они и вычистят если нет то мы сделаем это принудительно ну что ребята заметили мое ноу-хау теперь в качестве тарелочек для сиропа я использую не отрезанные кусочки от шприца и шлангов а половинки скорлупы от фисташек очень удобно и практично теперь такие тарелочки стоят у всех моих сиропопьющих муравьев для флаусов такая тарелочка конечно великовата но для них я положил палочку по которой они могут залезать на такую тарелку неоспоримым плюсом этих муравьев является необязательность зимовки я зимовку не проводил и колония не уходила в длительную диапаузу у нее всегда были яйца коконы и личинки этой зимой у меня зимовали только пробковые муравьи об этом процессе видео будет попозже хотя вы знаете что зимовка это не только отрицательные моменты для мир микипера я понял что тут масса плюсов например в плане отдыха друг от друга особенно когда у вас много колоний из оборудования арены у меня на ней не только скорлупа для сиропа но и поилка в которую периодически наведываются муравьи насчет поилок я не заморачиваюсь использую обычные шприцы с одной стороны я их запаиваю шприц наливаю кипяченую воду и затыкаю ее ваткой обновляю один раз в две недели примерно я считаю что поилка должна стоять у любой колонии муравьев это поможет избежать ошибок с неправильным увлажнением если вы пересушите гнездо муравьям то они сами натаскают туда воду ну или переберутся в поилку или перенесут туда расплод в общем сгладят ваши ошибки безболезненно это не раз спасало мои колонии от засухи по тем или иным причинам что еще мне нравится моей колонии так это невысокая скорость развития специально я ее не торможу в плане питания кормлю ежедневно и разнообразно но все равно темпы развития небольшие и это для меня плюс не надо менять гнезда как перчатки в общем у этой колонии есть как свои плюсы так и минусы на этом ребята это все что я вам хотел рассказать не забывайте посмотреть обзорное видео про этих муравьев не забывайте подписаться поставить лайк ну ребята и до новых встреч всем пока пока у